Паселён Печкин, день назад, это на самодиагностику. Браво, очень содержательно и точно. Отлично описаны симптомы. Спасибо за вашу крайне важную и нужную просветительскую работу. Из-за этих паразитов моё здоровье было как у старого инвалида. Врачи наставили массу хронических диагнозов. Болел годами. Думал, что это так и должно и быть. Когда до меня дошло, что причина паразитов, всё изменилось просто кардинально. Воевал с ними долго, на что-то вернул здоровье. И доктора уже сняли абсолютно все диагности. Хронический холестицид, панкреатит, гастрит, гастродиоденит, гепатоз. Исчез солевой диетез. Пропала гетососудистая дистония. Забыл, что такое головные боли. Астехондроз позвоночника как не было. Прошёл геморрой. Прекратились бесконечные простуды. Перестали выпадать волосы, ломаться ногти. Полностью восстановилось зрение. Считайте, что произошла полная замена организма. Мой врач УЗИ диагностики сказал по секрету, что увидев мои результаты, некоторые доктора сами пошли сдавать анализы и искать у себя паразитов. А что их искать? Их надо выводить. В любом случае, какой-то минимум всё равно будет. Потому что мы постоянно соприкасаемся с паразитарной средой, которая... Вот весь наш мир, он устроен таким образом, что, ну, говорит, один жил за счёт другого. И в частности, эти паразиты. Они везде в почве, в воде, в воздухе. Поэтому важно, чтобы их не было больше, чем нужно, вернее, чем может с ними справиться наш организм. То есть, какой-то минимум чего-то там есть. И пускай он там и будет, и, естественно, там нашу иммунную систему будет, как бы сказать, поддерживать в тонусе. Но не более того. И вот смотрите, сколько этих заболеваний вызывается вот этими паразитарными инфекциями. И стоит только сделать вот такую хорошенькую чистку. И важно понимать, что хорошенькая чистка, это не подразумевает, что вы очистились один только раз, принял килограмм полыни. Вообще полынь ядовитая, от неё можно умереть, если такую дозу там заглотить. Но, грубо говоря, прочистился неделю, всё, паразитов нету. Паразиты имеют свой собственный цикл. Например, аскориды. Они имеют цикл развития три месяца. То есть, здесь сидят в тонком кишечнике взрослые особи, которые выпускают, значит, производят яйца. Эти яйца каким-то образом попали к нам за счёт немытых рук, немытых овощей и фруктов, можно сказать, с воздухом. Они поправили к нам в организм. И они, яйца, начинают развиваться в личинок. И эта личинка, развившись, она буромит стеночку тонкого кишечника и входит в кровь. Вот из-за того, что она буромит стенку тонкого кишечника, у нас возникает ряд расстройств в пищеварении. Вот какой-то понос, какие-то там боли или ещё. Далее она попадает в кровь, циркулируется вместе с кровью, подходит к лёгким и вылазит. Опять-таки, буравля, мембрану лёгкого, альвеолы, вылазит как бы наружу лёгких, где есть и слизы, где есть и тепло, где есть там и кислород и всё-всё-всё. Нужно для того, чтобы дальше развиваться. И вот тут она развивается и продолжает, продолжает вредить лёгким. Начинается масса простудных бронхолёгочных заболеваний. Далее, созревая, эта личиночка потихонечку поднимается вверх, ворсиночки работают и сюда её выталкивают. Здесь во рту мы опять золотили слюну, она уже упала, личинка, вот такой вот прошедший цикл. И уже дальше она начинает как взрослая осень расти. То есть она была маленькая, теперь она становится вот такого, допустим. И вот этот цикл занимает 3 месяца. У других может быть больше, у третьих может быть меньше, а не в столб. Не так-то просто с этим справиться. Поэтому, почему курс делается массивный, допустим, 2 недели, дальше уже начинается профилактический раз в неделю ударная доза. Бац, 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 бац. То есть то, что вышло, еще личинка созревает взрослый осень. Она необыкновенно такая слабенькая, маленькая. И тут только полынь горькая. Ух! Тут и желчное отделение, и горечь, которую, естественно, тельца малюсенького от этого человечка не любит. И жар в гвоздике, только хоп, она такая псссс, и все. И выводится. Либо переваривается нашими же пищеварительными ферментами, соками. Видите как? А если сильно что-то произошло, вот где-то в течение годика человек капитально очистится. Раз, прошел один курс, через месяц, опять его повторяют, через месяц, еще там повторяют, видоизменяют. Плюс профилактически пьет ударные дозы. Вот как Хильдоклард там советует. Почему это такой совет? Раз в неделю ударную дозу. Я вам объяснил почему. И в результате, вот смотрите, еще разок я повторю. Значит, смотрите, что было у человека, вызывали. Хронический холестицид. Это, как правило, аскориды вызывают. Панкреатит. Это аскориды. Гастрит. Это вызывают, опять-таки, аскориды. Гастродиодинит. Это, опять-таки, аскориды. Гепатоз. Здесь уже могут быть лямблии и так далее. То есть, вот перечислена зона, вот эта вот зона возле пупка, где выход протоков с печени, с поджелудочной железы, 12-перстную кишку. Именно здесь они и, будем говорить, и не сдятся. И, естественно, наносят самый большой вред. Поэтому и обилие вот этих всех заболеваний связано с этой областью. Гепатоз, лямблии, эскориды. Солевой диетез. Солевой диетез. Помните, мы говорили, что если там гнисты обитают или какая-то там другая паразиты, они как раз меняют соотношение электролитов уже в полости кишечника. И это приводит к вот таким вот вещам. Солевой диетез. Пропала ветососудистая дистония. То есть вот эти вот сосудики, они перестали нормально сокращаться и возникла ветососудистая дистония. Из-за того, что в крови постоянно находились токсины от этого количества глистов, паразитов. Забыл, забыл, что такое головные боли. Ну, естественно, голова у нас реагирует прежде всего на то, что химизм меняется. Когда тут токсины от глистов. То есть глисты что? Они у нас живут, как один говорил, писают, какают. Все это, естественно, всасывается, циркулирует. У нас параметры крови совершенно иные. Отравлены вот этой вот выделительной деятельностью глистов, паразитов. Естественно, у нас голова вот такая башню сносит. Астехондроз позвоночника, как не бывало, значит, как не бывало, прошел геморрой. Геморрой, а это уже острицы. Острицы любят. То есть, когда человек болеет паразитами, это не значит, что это какой-то один паразит. Это значит, что там целое сообщество паразитов обитает в нашем организме. И оно дружно его, как бы сказать, разрабатывает под себя. Острицы, они как раз выходят в прямую кишку для того, чтобы там на полнолуние где-то у них как раз такой цикл откладывать яйца. И эти яйца не просто, как бы сказать, отложить, чтобы они вышли. Они как раз буромят. Вот это почему чешется задний проход у детей и у взрослых. Они бурывают стеночку для того, чтобы туда отложить свои яйца, понимаете? А если они туда отложили и сами залазят туда, то там возникает ненормальность. Кровь уже не так проходит. А раз кровь не так проходит, она начинает дуть геморроидальные шишки. Прекратились бесконечные простуды. Простуды. Вот я вам только что говорил. Откуда возникают у нас бесконечные простуды? Из-за того, что легкие, напичканные личинками глистов оскорит. Они тут лежат, понимаете, как на пляже, посасывая через легкие нас. И поэтому постоянно там идет слизь, постоянно возникают вот эти вот различные там простуды. Постоянно какие-то болезни легких. Бесконечные простуды. Они и будут бесконечные. Кстати, кто-то у меня спрашивал, почему льет там из носа и так далее. Это возможно, что в легких там уже обилие этих всех этих глистов, которые это... Человеки не чувствуют, думают, что это нормально. Особенно женщина думает, а, все это хорошо. А сама там собачку там носит, кошечка там у нее есть. И даже не обязательно есть собачка и кошечка. И без этого она там нахваталась. И уже, будем говорить, у нее постоянно идет заражение. То есть не то, что глисты там сколько-то там прожили, подохли и вышли. Они вот за счет вот этого круговорота, они постоянно там плодятся и все больше, 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 больше. И поэтому уже, если раньше там простуда раз была там, полугода, а теперь, грубо говоря, постоянно течет из носа. Так, перестали выпадать волосы, ломаться ногти, перестали выпадать волосы, ломаться ногти. А это уже, это уже грибковая инфекция, понимаете, которая тут оживет у нас. И, возможно, этот человек, посчитали, он печки, любил сладенькое, у него интересно бы спросить, любил он сладенькое или нет. Мы после этого видео надо ответить. То есть, грибки размножились, что они вот, как бы, определенные виды грибков. Они, видите, любят, значит, волосы, поэтому вот эти волосы выпадали, они их хрюмали. И, естественно, точили ногти, особенно на ногах. Ломаться ногти становится, полностью восстановилось зрение. Зрение восстановилось, ой, родненькие мои, почему восстановилось зрение? Почему оно падает иногда? Это не значит, что там с глазом что-то происходит. Это происходит из-за того, что у нас здесь столько образовалось слизи от всевозможных вот этих вот выделений в результате того, что личинки аскорид живут в легких, вызывают выделение там организмовом слизи. Что эта слизь вот здесь вот все заполнила у нас. И она поменяла характеристики ткани. Через эту ткань стало меньше поступать питательных веществ. То есть вот этот вот холодец, который у нас есть, естественный, он из-за слизи, он стал еще более плотным. И более плотным уплотнившись, это привело к тому, что питание органов зрения, и обоняние, кстати, у нас нарушилось. И поэтому исчезает обоняние и пропадает зрение. И как только мы это все убираем, просто восстанавливаем вот этот холодец, который у нас должен быть такой текучий, легко пропускающий питательные вещества, значит у нас восстанавливается обоняние и зрение. Если мы это не делаем, очки, еще что-то там делаем, и все у нас продолжается, знаете, по накатану. Считайте, что произошла полная замена организма. Вот именно, когда паразитов в организме, знаете, такое целое сообщество, и еще в таком огромном количестве, они действительно там этот весь организм, как знаете, перепахивают в степь под какие-то свои засевы. То есть вот была дикая степь, все там, разные травки росли, все как надо. Значит, появились вот эти вот паразиты, они сразу там все перепахали для того, чтобы росли определенные культуры, которые им нужны. Так вот, они перестраивают наш организм под себя для того, чтобы его доить, доить, доить. И пока есть жизненная сила в организме, она еще способна сопротивляться, она еще способна, понимаете, как-то там восстанавливать. Но ее, она тратится, ее, понимаете, высасывает. В конце концов, любое живое вещество, существо, вроде бы потребляя какие-то там ткани, соки и так далее, на самом деле, оно употребляет жизненную энергию данного организма. И этой жизненной энергии все меньше, меньше, меньше. И если бы этого не было, дальше пошли бы там онкология, дальше пошли бы, да просто там, то есть человека так, знаете, высосали бы, его бы не стало. Вот, молодец, молодец. Увидел результаты некоторые, доктора сами пошли сдавать анализы и искать у себя паразитов. Человек там не искать, как паразитов. Вот как раз я вам самодиагностику привел. Если вы чувствуете какие-то отклонения, первым делом от паразитов, а потом дальше ищите, где вы не дорабатываете. В образе жизни, а не дорабатываем он в своем образе жизни. Мышлении, питании, движении, распорядке дня. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok